Александра Северова не зря называют потомственным вором. Его родители половину своей жизни провели в тюрьме. Ребенком он их почти не видел. Отец Северова провел за решеткой 27 лет, а мать 44 года. Родился Александр на зоне в Кандагаре. Детство провел рядом с криминальными делами, и нет ничего удивительного, что и сам вскоре попал на малолетку, а потом начал периодически садиться во взрослую тюрьму. В тюрьме Северов окончательно оформился как рецидивист. В 93-м во Владимирском централе произошла его коронация. К 2002-му он отсидел в общей сложности уже 29 лет. Воровскую корону носил до марта 2014-го. Саша Север профессиональный игрок в карты. Начиная с 80-х, он вообще никогда не проигрывает. По его словам, проводя много времени в одиночных камерах, он оттачивал свои навыки картежника. В отличие от законников нового формата, у Саши Севера всего два автомобиля. Он считает, что воров в законе не полагается жить в роскоши, и больше чем необходимо он брать не должен. В свое время он вообще жил в коммуналке. Первой машиной Северова стал Мерседес, в народе прозванный Кабан. Это Бенц С-класс. Второй автомобиль тоже Мерседес Бенц, только Джи Эль-класс. На номерах буквы складывается веское слово – ВОР. Второй автомобиль служит авторитету в качестве повседневного транспорта. Северов счастливо женат. Всю жизнь им живет его супруга Далина. Познакомилась с ним она, когда ей было 21 год. Александру было 28, и он уже шесть раз сидел в тюрьме. Девочка из хорошей семьи все равно вышла за него замуж, и ни разу потом не пожалела. Всего у Северова трое детей, двое сыновей и дочь. При этом сыновья тоже успели засветиться в уголовных делах и отсидеть в тюрьме. Дом Северовых окружен бетонным забором, напоминающим стены зоны. Ухоженный участок со скульптурами, пруд, парадный вход охраняют каменные львы. По всему дому можно увидеть подарки от друзей, шахматы, резные подсвечники, а еще большое количество икон.